Дорогие сестры, мы сегодня слышим Божье Слово, песни о том прекрасном месте, которое Бог для нас приготовил. Мы слышали из песни «Небо для нас родной дом», и мы давайте за это скажем славу нашему Богу. Он открыл для нас путь в небо, и мы читаем, что Иисус есть путь и истинная жизнь, и идя этим путем, мы точно будем там. Когда мы будем сходиться с этого пути, то тут нетрудно посчитать, мы туда не пойдем. Поэтому сегодня мы слышим Божье Слово, Бог нас благословляет, дарует Свою милость. Мы приходим в дом молитвы, Он нас окружает своей заботой, утешает этими словами о прекрасном небе, утешает нас наставлением своим для того, чтобы нам правильно проводить жизнь на земле. И Он всегда с нами, Он сказал, «Сея с вами, во все дни до скончания века». И Иисус, когда был на земле, мы хорошо помним, Он избрал учеников для Себя, апостолов, которых Он так назвал. И мы читаем в то время, записанное в 6 главе Иоанна Иерусалима, 17 стиха, «И сойдя с ними, Иисус пошел с ними, они последовали за Ним, вместе они двигаются, вместе они идут, по дорогам повестили, заходят в селение, рассказывают, и Иисус проповедует, дает свое учение, совершает действия, и люди радовались, потому что видели Божье благословение. И сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа из всей Иудеи Иерусалима, и приморских мест, тирских и седонских, которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех». Действия Иисуса Христа. А с людьми Он идет, множество людей Его окружает, и люди приходили к Иисусу для того, чтобы получить от Него помощь. Когда Вы не больны, Вы, наверное, не идете к врачу, но когда у Вас что-то болит, или у меня что-то болит, но я обязан идти к врачу, потому что он учился на этом для того, чтобы помогать людям. Но у некоторых людей есть такое предвзятое мнение, что они ничего не умеют, они ничего не знают, хотя они сами говорят, если Господь поможет, и мы что-то можем сделать. Иисус тоже сказал мне, здоровые имеют нужду во враче, но больные, поэтому можно порассуждать, нужно ли обращаться к врачу или не нужно. Поэтому Слово Божие нас всегда учит, но когда у нас что-то не на своем месте, мы иногда воспринимаем совсем не так, как говорит Священное Писание. И вот Иисус учит людей, Он рассказывает им, дает свое наставление, говорит о обыденной жизни, приводя примеры этого земного бытия на земле, и люди слушают, иногда понятно для них, а иногда непонятно. Вот Он говорит к плечу отеятеля, и ученики после уже говорят, как изъясни нам, нам непонятно это. А сегодня все мы, которые ходим на собрании уже немалое время, мы хорошо понимаем, о чем говорит притча о сеятеле, о том слове, которое звучит, и которое мы принимаем, и как оно совершает свое действие в твоей и моей жизни. И вот мы читаем, Иисус говорит об обыденных вещах людям. Когда Он говорил им, как нужно молиться, и сказал молитву отче наш, после этого Он говорит такими словами, 5 стих 11 главы Евангелия от Луки, и такие слова, слова Иисуса Христа, и сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему полночь и скажет ему, друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. Поэтому, предположим, вот Иисус говорит, ну такие же ситуации бывают в вашей жизни, но, наверное, здесь-то мы как бы не практикуем это, а вот когда мы там жили, но бывали такие моменты, нужно было идти, одолжить у кого-то что-то, для того, чтобы накормить этого путника или друга, который зашел к нам. И вот Иисус говорит, предположим, к вам зашел друг, которого вы хорошо знаете, и говорит такую ситуацию, вот ко мне зашел человек, человек пришел друг с дороги, и мне нечего предложить ему. И вот говорит Иисус, а тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе. Но бывают такие моменты, на это способны люди. Даже имея друзей, здесь мы понимаем, о чем говорит эта истина, что сказал Иисус Христос. Но я хотел бы сегодня вместе с вами порассуждать о друзьях, которых мы имеем, и их отношение к нам, и наше отношение к нашим друзьям. Когда пришел друг, он просит, а я ему отвечаю, все, время уже позднее. Почему ты пришел в такое время? Зачем ты стучишь ко мне? Дети у меня со мной на постели, я не могу встать и дать тебе. И давайте зададим вопрос, и для себя ответим, это друг или нет. Если он не может это сделать, оказать помощь тебе на твою просьбу, то он не друг тебе. Может быть, он называется друг. А таких друзей мы сегодня очень много имеем. Вроде друг на словах, мы разговариваем, вроде открываем свое сердце для такого человека. А после этого не слышишь, что этот друг сделал. Он вылил эту грязь, или то чувство, которое тебя тяготило для всех людей, раскрыл твою сущность и показал все в другом свете. Он не сказал истинной правды, почему так произошло, но он открыл, как ему было удобно для того, чтобы очернить тебя. И мы понимаем, что таких друзей мы можем терять. Если хочешь иметь друзей, то будь дружелюбный. Друг пришел к тебе, то ты сделай, как он просит тебя. Просит тебя, помоги ему. Там написано, по неотступности, если долгое время и много раз просить, ну, встань, у тебя же есть, ну, помоги мне. Может быть, по неотступности он так сделает. Но Библия нам говорит, когда хороший друг, то он придет к тебе во время несчастья. А так бывает, несчастье пришло, и вроде имеешь друга, но он не пришел к тебе на помощь. Он ничего не посоветовал для тебя. Он не оказал свою милость. Поэтому, когда мы читаем это слово, и Иисус говорит, вы, друзья мои, когда исполняете то, что я заповедовал вам, мы понимаем, если ты друг, то будь другом. Если ты дружишь с человеком, то сделай так, все со своей стороны возможное для того, чтобы не потерять друга. Пример священного писания. Мы хорошо знаем, что у Давида был друг Инофан, сын того царя, который гонялся за Давидом, который хотел убить Давида. И всячески он стремился и старался для того, чтобы уничтожить Давида. Но друг его, Инофан, он много раз остерегал Давида. Он напоминал для него, хотя его отец был царем, и он понимал, что после отца он должен взойти на престол. Но этот человек, который дружил с Давидом, понимал и знал, что Господь определил, что Господь помазал Давида на царство после Саула, и он не препятствовал этому. Он был другом Давида. И в одной песне христианской написано «высоко его ценил». Вот и тут дружба, которая для нас оставлена как примером в священном писании для того, чтобы помогать своим друзьям. Написано «делать мы должны добро всем людям, но наипаче своим поверя». Если ты назван и называешь себя другом Иисуса Христа, почему у тебя не приедет к тому, который тоже с тобой уходит на собрание? Почему на него ты смотришь с высока? Почему ты этого человека не можешь принять в свою душу, в свое сердце, для того, чтобы разделять с ним трудности, беды, болезни, для того, чтобы помогать ему в таком несчастье? Все зависит от нашего характера и от нашего отношения даже к людям и к Слову Святому. Если ты читаешь его, оно научает. Если ты вникаешь, оно вразумляет тебя. Если не вникаешь, читаешь поверхностно, ничего не произойдет, никакого действия не будет. Если Слово, которое ты услышал, не прорастет, оно не принесет плода. Поэтому второй есть пример в Священном Писании тоже о друге одном. Наверное, кто считает Библию, они хорошо помнят, что у одного молодого человека был друг. И этот друг был очень хитрый. И от этой хитрости, которую он имел, мы знаем, Священное Писание нам говорит, погиб его друг, которому он дал неправильный совет. Бывают такие друзья, даже особенно в сегодняшнее время, они покрывают и закрывают действия своих друзей. Если сегодня молодым людям сказать, какой хороший друг, тот, который скрыл твое преступление, или тот, который сказал тебе выйти на дорогу, тот, который принес тебе ненужное, непотребное, которое принесло вред твоей душе, или тот, который позаботился о том, для того, чтобы помочь тебе выйти из такого положения. Есть такие друзья, особенно у молодых людей, которые скрывают преступления. Они хорошо знают, чем занимается этот человек, чем занимается этот друг, и они ничего не предприняли для того, чтобы помочь этому человеку. Мы помним в Священном Писании 13 глава Второй книги Царств написано об одном молодом человеке, который полюбил молодую девушку. Это естественно. Так происходит на земле, так бывает. И мы знаем, что этот человек даже воскорбил свое сердце. У него, наверное, аппетит пропал, но так бывает у молодых парней, когда они уже на таком пути. И вот мы читаем, у него есть друг. Написано, у Амнона был друг по имени Ионадал, сын самая брата Давидова. И Ионадал был человек очень хитрый. Он подходит к нему и говорит, а чего поникло твое сердце? А почему ты худеешь каждый днем? Что случилось? Расскажи. И он, как другу своему открывает свое положение. И тот дает ему совет. И от этого совета мы знаем, что произошло в доме Давидова. И Давид был сильно возмущен этим делом, но нашелся там другой человек, который затаил злобу на этого человека или на этого молодого Амнона. Он затаил обиду и вынашивал ее очень долгое время, вынашивал ища удобного момента для того, чтобы посмеяться над этим человеком. И мы знаем в итоге Амнон погибает от руки Абрис Солома, который затаил эту обиду в своем сердце и не мог избавиться от этого. И он это делал тайно, скрыто. Наступил такой удобный момент и совершил над Амноном то, что он задумал. И вот опять на арене появляется этот же самый очень хитрый человек, Иоаннадал. Когда Давид услышал, что рассказали ему во время стрижения обед погибли царские сыновья, то он сразу тут подходит и он говорит такими словами «Так пусть господин мой царь не тревожится мыслью о том, будто умерли все царские сыновья, умер только один Амнон». Он уже знает, что произошло. Никому еще точно не известно, а он уже знает. Таких друзей можно иметь сегодня. дня они с тобою будут говорить глаза очень хорошо, они вроде будут сочувствовать тебе, но на самом деле за твоей же спиной они смогут и могут делать такие дела, которые будут не благословением, но будут таким трудным действием твоей жизни. И что раскаялся не надал, что он дал совет своему другу. Да не раскаивался такой человек, потому что он был очень хитрый и всегда он вылезал наружу для того, чтобы выйти из такого положения. Поэтому когда мы открываем Священное Писание, когда мы его читаем, оно говорит на разные случаи нашей жизни. Увидел ты своего друга, что он занимается плохим делом, почему ты промолчал, почему ты не предупредил его, а ты дал совет, вот так сделай, и никто не узнает, ты вот так соверши, и никто не будет знать об этом. Да, находятся такие люди, а потом приходится этим молодым людям каляться, этим молодым людям сожалеть, и даже всю свою жизнь. Был момент, когда я мог бы своего друга остановить, но я этого не сделал, и сегодня встречаясь с людьми, приходится узнавать то, что они в своей жизни не сожалеют, почему они так сделали, а уже ничего не вернешь. Тот, которому я сделал такое действие, уже нету, и ничего не поправишь. А как Бог нам все смотрит, мы члены oro